Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня решил выкинуть старые фазорегуляторы с Chevrolet, а потом стало интересно посмотреть, а что же там внутри у них. Сейчас разберем, посмотрим. Здесь TORX-T30. Добрый день! Это просто шестерня прикручена. А сам он, похоже, сварен контактной сваркой. Сейчас разобью его. Или болгаркой разрежу. Попытался его разбить зубилом, до сварки разворачивает, а по сварке отрывать не хочет. Здесь он по периметру видно контактная сварка, все проварено. Сейчас возьму его тогда и здесь вот пройдусь болгаркой. Разрежу болгаркой, будет видно. Разрезал болгаркой, но еще не вскрываю. Разрезал болгаркой. Разрезал болгаркой. Разрезал болгаркой. Разрезал болгаркой. Пружина. Вот он фиксатор. А вон получается здесь один. Один, да, вот такой этот стопор, который блокирует. Кстати, это может тоже блокироваться фазорегулятор. А вот они, лепестки, которые выходят из строя. И масло начинает перетекать из канала в канал. Здесь порезал их. Здесь пружина. Значит эта шайба тоже должна быть съемная. А, не шайба. Эта часть идет здесь. Цельно. Она просто приваривается между ними. Вот они, лепестки рабочие. Сам ротор. Пружинки фиксирующие. Но грязи, как заметно, в нем много масла. Лучше менять все-таки на такие с фазорегуляторами масло. Это не стружка. Это не стружка. Это грязь из масла. Притом она интересная. Грязь-то интересная. Она, она как волокнистая. Похоже, эта грязь, как из масляного фильтра. Обратите внимание. Вот она грязь. Она, как с нитками, как волокна содержит. Вот так вот выглядит фазорегулятор изнутри. Толку-то никакого нет. То, что я его разобрал, просто было интересно. Ладно, на этом все. Всего вам доброго.